Добрый день, в эфире на Антопан на русском. И у нас в гостях политолог, руководитель армянской конструктивной партии Андреас Кукасян. Добрый день, господин Кукасян. Я очень рада, что вы приняли мое приглашение. В одном из интервью нашей программы пару месяцев назад вы сказали, что, цитируя, Армения подвергается политическому рэкету. И перечислили возможные варианты исхода. Так какой же вариант исхода мы сегодня имеем, если он, конечно, уже проглядывается? Или еще не ясно, кто куда толкает Армению? Итак, вопрос, кто куда толкает Армению, и можно ли, и есть ли силы, которые этому могут вас препятствовать? Да, можно сказать, что сегодня наша страна находится в зоне влияния двух крупных процессов. С одной стороны, это политическая повестка, которую представил Владимир Путин во время встречи с молодежью Валдай, традиционной встречей. С другой стороны, это на сегодняшний день закрытая для общества повестка, которую продвигают США и Франция в рамках Минской группы ОБСЕ. И, конечно, оба эти процесса влияют на Армению с точки зрения того, что в какую сторону пойдет процесс урегулирования армяно-азербайджанского конфликта и арцахского конфликта, это все имеет большое значение. Влияние, которое Россия оказывает на Армению, очевидно, и оно значительно, это никто не скрывает, и даже в какой-то степени этим гордятся многие силы в России, что Армения находится в положении, что ей никуда не деться. И как союзник России, его ДКБ, и как партнер по евразийскому экономическому сотрудничеству. Эти все факторы, конечно, имеют свое позитивное и негативное влияние на общественное сознание армянское, на общественную мысль в Армении. Далеко не всем нравится положение быть ведомой страной, быть народом, интересами которого можно пренебрегать, которому можно навязывать какие-то решения, не считаясь его национальным достоинством. Хорошо, так куда-то все-таки толкает Армению Россия? Мы сегодня хотя бы можем ответить на этот вопрос? Сегодня уже многое проясняется из того, что происходило за этот последний год после войны, и ясно, что та повестка политическая, которую продвигает Российская Федерация, она в основном основана на политических заявлениях. То есть Российская Федерация не в состоянии создать политико-правовую базу, договорную базу во армяно-азербайджанских отношениях и вынуждена довольствоваться политическими заявлениями. Оказывается, в декабре прошлого года, после трехстороннего заявления 9-10 ноября, был принят еще и меморандум, который касался дороги Сюники, да, и по существу Армения вывела свои войска из-за Ангеландского и Кубатлинского районов, против чего азербайджанская сторона дала гарантию, что те участки дороги, которые проходят по азербайджанской территории, они будут функционировать, гарантировать там безопасность. Нет, это участки дороги Горис-Хабхан, которые проходят по территории Азербайджана. Мы знаем, что есть проблема, связанная с линией соприкосновения, потому что линия соприкосновения в Сюники и в Герар-Куники, новая линия соприкосновения, которая возникла после войны, по существу должна совпадать с государственной границей, и есть проблема, связанная с тем, а как проходит государственная граница между Арменией и Азербайджаном. По этому поводу президент России тоже высказался и заявил, что Россия единственная страна, которая играет здесь большую роль, поскольку является продолжателем СССР и, соответственно, те структуры в Советском Союзе, которые вели учет границ всех видов, границ в том числе и границ между республиками, а это была специальная топографическая служба. Они, безусловно, свои материалы, свои карты сохранили и сейчас это находится в ведении Российской Федерации. Но я не думаю, что это отсутствует у Армении или у Азербайджана также, но когда есть спорные вопросы, всегда нужен какой-то альтернативный источник, который внесет объективную ясность в то или иное положение. Российская Федерация намерена использовать этот фактор в своей внешней политике и считает, что это тот фактор, который привязывает и Армению, и Азербайджан в вопросе делимитации границы плотно и прочно к фактору Российской Федерации, о чем и Владимир Путин в своем выступлении на Валдае сказал. Но вместе с тем и очевидно, что Соединенные Штаты и Франция тоже продвигают свою повестку и эта повестка не совпадает с российской повесткой. процесс урегулирования арцахского конфликта имел свою историю и свои закономерности. И Франция, США, державы и Россия в свое время договорились в процессе урегулирования, что миротворческая операция в Арцахе должна проводиться силами коллективных международных сил. Российская Федерация имела в этой связи свои какие-то, скажем так, политические условия, что это не должны быть страны НАТО. И в качестве компромисса по существу были выбраны Швеция и Финляндия, которые являются и членами Минской группы, и не являются членами НАТО, являются пограничными с Россией и соседними государствами. Поэтому в качестве компромисса было согласовано, что если Армения и Азербайджан не будут возражать, то наиболее приемлемые кандидаты для проведения этой миротворческой операции, которая обеспечит буфер, буферную зону между армянской территорией и азербайджанскими войсками, так называемый поиск безопасности, который был образован в результате Первой Арцахской войны, эта территория должна была перейти под международный контроль вот этих вот международных коалиционных сил. Этого не произошло. Почему не случилось? Большую роль сыграла смена власти в США. И это повлияло и на ход войны, и на последующие события. Армянская сторона, уже можно уверенно сказать, что в процессе войны отвергла ряд предложений, в том числе и предложения по вводу международных коалиционных сил. Почему? Сама отвергла? В Женеве 29-30 октября во время переговоров, потому что, очевидно, было уже принято решение о том, что Армения будет способствовать вводу российских войск. 3 ноября, 4 ноября, когда стало ясно, что по итогам голосования Дональд Трамп не переизберется, это открыло возможность, так сказать, выражаясь российским сленгом, кинуть Соединенные Штаты и реализовать односторонние решения, когда российские войска стали фактически единая лично вести эту миротворческую операцию. Разница между тем, что предлагал ОБСЕ и тем, что фактически сейчас мы имеем, заключается в том, что российские войска по существу контролируют существующую линию соприкосновения и нет буферной зоны. то есть между армянскими и азербайджанскими подразделениями сейчас есть нейтральная полоса от 500 до 600 метров шириной, посты находятся друг перед другом и фактически это продолжает сохранять напряженность. Происходят перестрелки, происходят какие-то конфликты на линии соприкосновения, как это и было все эти годы. И присутствие российских войск сегодня фактически не обеспечивает буферную зону. Это и есть главное отличие от плана ОБСЕ, который предполагал, что и такова практика международная, что во время перемирия всегда создается некое пространство между враждующими сторонами, которое занимается международными миротворческими коалиционными силами. Почему миротворческие силы должны быть коалиционными, я тоже думаю понятно всем. Таким образом исключается, что какая-либо сторона будет иметь влияние, политическое влияние большее, чем другие на процесс урегулирования или на процесс поддержания мира в такой зоне. Поэтому и сейчас существует по большому счету конфликт интересов между США, Францией и Россией. И этот конфликт интересов связан с российским военным присутствием в Арцахе. И США, и Франция по существу использовали свои рычаги давления на азербайджанское руководство и тем самым блокировали предоставление российским войскам мандата. По существу статус российских войск сегодня в Арцахе это интервенция, военная интервенция. Потому что мандата на проведение международной операции у них нет. Согласие есть на военное присутствие, но мандата, который бы определял их полномочия, фактически нет. Естественно, это результат внешнего международного давления на Азербайджан. И, конечно, он связан с тем, что итоги Второй Арцахской войны не удалось капитализировать инициаторам этих военных действий. Опять-таки, это было связано с позицией США и Франции. Если посмотреть на общее положение вещей, то фактически Российская Федерация занимает весьма противоречивую позицию по вопросу статуса Арцаха. Почему противоречивую? Российская Федерация считает, что аналогичные конфликты в Грузии, допустим, между Абхазией и Грузией, между Южной Осетией и Грузией, должны в основе иметь признание статуса. То есть, платформой для урегулирования этих конфликтов, межэтнических конфликтов, с точки зрения Российской Федерации является признание политического статуса. И поэтому Российская Федерация признала Бхазскую Республику, признала Южно-Осетинскую Республику. В вопросе Арцаха диаметрально противоположная позиция. Российская Федерация считает, что нет необходимости признавать статус Арцаха, что можно развивать экономические отношения, разморозить коммуникации, а этот вопрос оставить... Это постепенно Россия начала говорить об этом. Вначале вопрос статуса, в принципе, стоял. Нет, с самого начала, после 9 ноября, 10 ноября, последующие заявления руководящих лиц Российской Федерации, министра иностранных дел Сергея Лаврова и Владимира Путина, были по существу о том, что вопрос статуса должен быть отложен. Не снят. Ну, отложен, это означает, что он не является предметом переговоров. А предметом переговоров являются другие вопросы. Какие вопросы? Российская Федерация считает, что первый вопрос, который является важным, самый для сторон, это размораживание коммуникаций, снятие блокады. Так ли это для армянской стороны? Так ли это для вообще процесса урегулирования? Можно ли сейчас сказать, что давайте денонсируем, а, в принципе, страны НАТО потребовали от России денонсировать в признании Абхазии и Южной Осетии, насколько приемлема была бы для Российской Федерации позиция денонсировать политическое признание статуса этих республик и заняться вопросами восстановления коммуникаций, размораживания экономических отношений? Вот здесь ярко видна разница подходов к армяно-азербайджанским отношениям, которые Российская Федерация считает, что можно без определения статуса наладить, и грузино-абхазским, грузино-осетинским отношениям, где Российская Федерация считает, что нет, статус должен быть в основе урегулирования. Соединенные Штаты и Франции заняли обратную позицию. Они считают, что статус должен быть в основе урегулирования. И, по существу, прямо перед окончанием войны уже пошли по пути давление и на Азербайджан, и на Россию, и пригрозили признание Арсахской Республики. 2 декабря Сенат Франции принял соответствующую резолюцию. До этого Соединенные Штаты организовали принятие деклараций странами Карибского бассейна. Есть ассоциация таких небольших островных государств, стран-государств, которые, по существу, находятся под влиянием США, потому что Соединенные Штаты взяли на себя функцию гаранта безопасности этих государств. И они выступили с резолюцией, совместной декларацией, где осудили Азербайджан, признали его действия агрессией и выступили за признание независимости Арсахской Республики. То есть и США, и Франция доступными им политическими методами обозначили ситуацию для России и для Азербайджана, что их односторонние действия вызовут ответные односторонние действия со стороны той части международного сообщества, которое консолидировано вокруг Франции и США, а это десятки стран. И фактически может возникнуть ситуация, связанная с Арсахом уже в совершенно новом ключе, когда это будет наполовину признанное государство со всеми вытекающими оттуда международными последствиями. Поэтому можно сказать, что план подписать мирное соглашение сразу же после войны и таким образом зафиксировать, что вооруженный конфликт прекращен, о чем говорил Ильха Малеев и, в принципе, Владимир Путин. И теперь уже открывается дорога для остальных всех действий, таких как размораживание коммуникаций и так далее. Этот план провалился. И он провалился в декабре прошлого года. Шантаж, который был применен в отношении Армении, был очевиден и фактически был связан с тем, что если невозможно заключать международные соглашения, то есть политико-правовые договора между сторонами, то тогда поднимается важность политических решений. То есть это остается единственным, политическое заявление остается единственным инструментом, который мог быть использован. Поэтому и в декабре был этот меморандум принят тремя сторонами. Мы помним, что в Ереване в этот момент шли активные акции протеста с требованиями отставки Пашиняна. У Николы Пашиняна фактически возникла политическая возможность, будучи участником трехсторонних таких политических заявлений, получить поддержку Российской Федерации в вопросе сохранения собственной власти в Армении. Фактически это главный фактор, который и позволил, можно сказать, Николу Пашиняну воспроизвести свою власть 20 июня на парламентских выборах и получить в парламенте такую ситуацию, когда все парламентские партии стоят на позиции признания политического трехстороннего заявления 9 ноября и, соответственно, политики, вытекающей из этого заявления, направленной на его реализацию. Суть этой политики я уже объяснил. Это сохранение военного присутствия России, приоритет в качестве условного, по существу, это не является миротворческая операция, но выглядит, преподносится как миротворческая операция. И, по существу, это вторая идея, центральная идея 9 ноября, что статус можно отложить и решать прочие вопросы без, так сказать, решения вопроса статуса Нагорного Карабаха. Что находится, как мы уже видим, неприемлемо для западных стран, для США и Франции и находится в полном, так сказать, конфликте с тем, что было наработано в рамках Минской группы за все эти годы. Естественно, в такой атмосфере уже работает политика не нахождения консенсуса, а принуждения сторон друг друга к каким-то шагам. Сразу же после войны Грузия заявила о том, что американская военная база должна быть размещена на территории Грузии. Это вызов Российской Федерации, серьезный вызов Российской Федерации. Он, понятно, невозможно не связать с вводом войск в Нагорный Карабах, является ответом на односторонние действия России со стороны США. Сейчас Российская Федерация стоит перед выбором или сохранить военное присутствие в Карабахе, или же, так сказать, и тогда будет база американская в Грузии, или согласиться на требования США и Франции, согласиться на принятие резолюции Совета Безопасности ООН по Карабаху, и таким образом избежать размещения военной базы во Грузии. Что из себя представляет это предложение резолюции Совета Безопасности ООН? Парадокс в том, что так называемый план Лаврова и идея Лаврова в этом и заключалась в свое время. В 16-м году Сергей Лавров, его именем и названо это предложение, предложил отложить вопрос статуса на какой-то срок, но имелся в виду не вопрос статуса, не совсем корректно так выразиться, предложил отложить сроки проведения референдума. По вопросу статуса между США, Францией и Россией было достигнуто взаимопонимание и консенсусно было принято решение, что статус должны определить сами жители Нагорного Карабаха. Спорной территорией с точки зрения ОБСЕ является территория бывшей НКО, Армения и Азербайджан в 1992 году обратились к ОБСЕ с просьбой определить статус этой территории. Была созвана Минская конференция, куда входят 11 государств, которым и принадлежит это право, которым делегировано это право со стороны ОБСЕ определить статус Нагорного Карабаха. То есть, в рамках этой модели, после долгих лет переговоров, многочисленных различных предложений, сперва широкая автономия в составе Азербайджана, потом субъект федерации в составе федеративного Азербайджана, нечто подобное, что сейчас Россия пытается добиться на Украине. После этого обмен территориями. И, в конце концов, последнее предложение, которое с 2007 года по сегодняшний день лежит на столе переговоров, это проведение референдума, то есть признание права на самоопределение, полноценного права на самоопределение населения Нагорного Карабаха, и на основе этого уже окончательное урегулирование конфликта. И идея, суть предложения Лаврова заключалась в том, что руководители Армении и Азербайджана должны вместе сделать политическое заявление о том, что они согласны с этими главными принципами, что статус должен быть определен самим населением, что местное руководство этой территории должно быть признано со стороны Азербайджана, то есть временный статус, о котором тогда говорили, подразумевается признание легальности властей Нагорного Карабаха. Что помимо территорий бывшей НКО, этот статус должен распространяться и на территорию коридора, связывающего Арцах и Армению, что международная операция должна предоставить гарантии безопасности Арцаху, то есть вот в этот поиск безопасности должны быть введены войска, причем два района, Кельбаджарские и Лачинские районы, должны были оставаться под армянским контролем до проведения референдума, до окончательного урегулирования фактически в качестве залога, и возвращение беженцев к своим домам после того, как будут созданы соответствующие условия. Вот с этими пунктами должны были руководители Армении и Азербайджана выразить свое согласие, и должны были дать согласие на то, чтобы сопредседатели представили в Совет Безопасности ООН проект резолюции, по которому международные коалиционные силы входят вот в эту буферную зону, вот по этим этапам, о которых я сказал. То есть вот такая модель была предложена самой Российской Федерации. Но все это было перечеркнуто. Сегодня США и Франция считают, что эта модель должна быть реализована. То есть войной это не перечеркнуто? Нет. Международное сообщество не признает результаты никакой войны. Кроме тех военных действий, которые санкционированы ООН, никакие другие военные действия, результаты политически достигнутые такими военными действиями не могут быть признаны законными. Это очень важное правило международных отношений, которое закрывает дорогу любым агрессивным воинам и любым агрессивным устремлениям расширить свою территорию за счет других стран или использовать спорные вопросы для того, чтобы добиться каких-то преимуществ. Поэтому международное сообщество не признавало освобожденные территории пояса безопасности как территории, принадлежащие Арцаху или Армении. Отказывалось признавать. Речь идет об этих 5 плюс 2? Да, речь идет о тех районах, которые были прилегающими районами к Нагорно-Карабахской автономной области. И международное сообщество, конечно, не признает результаты 2-й Арцахской войны. По части захвата территорий непосредственно Нагорно-Карабах? По части захвата территории. Если вы посмотрите резолюцию Сената Франции, там выдвигается требование вывода войск Азербайджана за пределы пояса безопасности. То есть восстановление линии перемирия 1994 года. Линии перемирия являются неприкосновенными, так же, как и государственные границы. Конечно, перемирие, которое существовало с 1994 года, не являлось документом международного права. Оно не было зарегистрировано в секретариате ООН как документ, чем и стороны злоупотребляли. В основном Азербайджан, используя эту ситуацию правовую, постоянно держал на линии соприкосновения напряженную ситуацию, периодически осуществлял вылазки. А армянская сторона тоже отвечала. Не так, что это был, так сказать, односторонний процесс. Периодически и со стороны армии обороны НКР наносились ответные удары. То есть, вот эта обстановка, она способствовала тому, что в течение 30 лет постоянно напряженность на линии соприкосновения сохранялась. И сейчас, в принципе, она воспроизведена, потому что, опять-таки, перемирие нигде не зарегистрировано. Если трехстороннее перемирие 1994 года являлось соглашением, пусть не зарегистрированным в секретариате ООН, и стороны в случае его нарушения не могли ссылаться на это нарушение в международном суде, то, по крайней мере, оно являлось с точки зрения международных отношений документом международного права. То, что мы имеем 9 ноября, это не соглашение, это политическое заявление. И вот здесь для армянского руководства возник тот феномен политической значимости, который помог Николу Пашиняну воспроизвестись, потому что, если данный государственный деятель является стороной таких политических решений, подписантом именно таких заявлений, которые для государства не обязательны, то есть государство не обязано это соблюдать при любых условиях, а это фактически политическое решение данного руководства. Вот в этих условиях уже и Николу Пашинян приобрел ту поддержку Российской Федерации, которой он пользуется по сегодняшний день. Это все, конечно, будет подвергнуто изменениям, потому что это временная ситуация. И, скорее всего, 6 декабря, декабрь месяц, это тот период, когда Российская Федерация должна окончательно принять решение. Они идут на большую конфронтацию с США и отказываются поддержать проект резолюции, предлагаемый США и Францией в Совете Безопасности ООН. В этом случае Соединенные Штаты разместят свою базу в Грузии. Или же они дают согласие поддержать этот проект резолюции. Конечно, этот проект резолюции имеет и новые пункты. Сегодня совершенно очевидно, что власти Нагорного Карабаха не в состоянии обеспечить после войны. Вот здесь уже результаты войны имеют политические последствия. Если до войны стоял вопрос признания временного статуса, то есть полномочий легализации местного руководства, то сейчас уже стоит вопрос ведения международного управления. То есть Карабахский вопрос начинает двигаться по тому пути, по которому двигался кейс Косово. И данная резолюция безусловно включает, я полагаю, такой пункт о международном управлении, о создании международной администрации, которая обеспечит и армянам, и азербайджанцам равные условия. Потому что Азербайджан настаивает на том, чтобы азербайджанские беженцы, которые покинули Нагорно-Карабахскую автономную область и потом Нагорно-Карабахскую республику, Арцахскую республику после провозглашения ее независимости, получили право на возвращение. Международное право защищает право тех лиц, которые жили в Ходжалу и покинули свой город в результате военных действий, жили в Шуши и были вынуждены покинуть свой город в связи со военной обстановкой. Их право на возвращение международное право защищает. Мы за эти годы были не в состоянии, наше армянское руководство какую-либо политику проводить, которая бы, допустим, показала международному сообществу, что армяне в состоянии обеспечить равные права всем, независимо от национальной принадлежности. То есть, обеспечить отсутствие расовой дискриминации и равные права. Это главный признак современного государства. Современное государство не может быть монотническим в правовом смысле. Слабая сторона нашей политической системы все эти годы была в том, что мы были, так сказать, ограничены деей нашей моноэтничности и категорически не признавали возможности возврата азербайджанских беженцев в Нагорный Карабах. Полагая, что межэтнические конфликты невозможно будет тогда предотвратить, ну и так далее. И в этом плане международная администрация становится единственной формой, которая может позволить удовлетворить требования обоих сторон. Естественно, что эта резолюция включает пункт о проведении миротворческой операции и создание вокруг Нагорного Карабаха в границах НКО буферной зоны. В зависимости от действий армянской стороны может быть включен или не включен в эту декларацию и вопрос шаомянского района, бывшего шаомянского района Азербайджанской ССР, который был восьмым районом. Мы всегда слышали о том, что Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов, но на самом деле к Нагорному Карабаху прилегает восемь районов, один из которых, шаомянский район, был населен армянами. Очевидно, эти вопросы будут в этой резолюции затронуты, и естественно станет вопрос для Азербайджана, будет ли он выполнять эту резолюцию. Резолюции Совета Безопасности ООН не всегда выполняются теми странами, которым они адресованы. Сам Азербайджан четыре раза не выполнял резолюции Совета Безопасности ООН и имеет опыт такой политической деятельности. В чем нас упрекал, кстати? Он говорил, что это мы не выполняем. Да, вообще клеветы и ложные информации, дезинформации вокруг конфликта за эти годы было очень много, начиная с того, что Азербайджан обвинял Армению в оккупации 20% территории, но вся зона конфликта Арцаха и прилегающих территорий составляет всего 14%, из которых те районы, которые были Советом Безопасности ООН признаны оккупированными, то есть вне границ НКО, составляет 8%, никак не 20, о которых говорил Азербайджан. Естественно, клевета, и единственный человек, который последовательно с этим боролся, это сопредседатель от России в Минской группе Сергей Казимиров, который, Владимир Казимиров, извиняюсь, который все эти годы в одиночку ввел борьбу за то, чтобы хотя бы правильное изложение ситуации. В отношении Нагорного Карабаха и его урегулирования не было клеветы и дезинформации и лжи. К сожалению, его деятельность даже в Армении не получила поддержки, не говоря уже Азербайджану, который враждебно к этой деятельности относился, а армянская сторона относилась к ней, к этой деятельности лояльно и по существу безразлично. Но вклад Владимира Казимирова в том, что сегодня есть достаточно источников, которые могут пролить свет на истинное положение вещей и в процессе урегулирования, и, так сказать, в вопросах, касающихся самого конфликта. Это вклад этого человека. Давайте посмотрим с другой точки зрения. В ходе Валтайского форума Путин заявил, что самое главное сейчас, я цитирую Путина, это окончательное урегулирование ситуации на границе. Кстати, Нагорный Карабах он не употребляет это словосочетание. Урегулировать ситуацию на границе, речь, наверное, идет о границе Армении с Азербайджаном. И здесь, конечно, без участия России, говорит Путин, невозможно ничего сделать. Здесь нам, пожалуй, никто больше не нужен, кроме двух сторон и России. Это первое. Почему? Почему, сам спрашивает сам президент России? Потому что есть очень простые прагматичные вещи. Карты, потому что в генштабе российской армии находятся карты, которые показывают, как проходила граница между союзными республиками в советский период. Вот, основываясь на этих документах, нужно спокойненько сесть с обеих сторон и принять решение. Давайте вот эту часть сперва рассмотрим. Вы об этих картах упомянули в первой части нашей беседы. Но давайте посмотрим, если все-таки пойдет процесс так, что нас заставят подписать какие-то договоренности по регулированию, по определению границ. Если мы пойдем по этому пути, не закроет ли это, раз и навсегда, вопрос Арцаха? То есть, мы в каких-то границах признаем государственность, да, государственные границы Азербайджана. Ну, Владимир Путин, наверное, это и имеет в виду. То есть, до того, как, вы говорите, от резолюции и так далее, и так далее, весь этот процесс перечеркнет вот этот параллельный процесс по признанию границ. Нет, односторонние действия одной стороны вызывают односторонние действия другой стороны. В качестве ответа на эти шаги будет американская база в Грузии. В вопросе делимитации границы есть следующие необходимые политические условия. Стороны, которые договариваются о проведении делимитации границы, должны находиться в состоянии мира. Государственная граница не может быть проведена враждующими сторонами. Ну, допустим, СССР и Германия не могли одновременно воевать и, скажем, осуществлять какую-то работу. То есть, первом мирный договор, потом... Я привел СССР и Германию, потому что Владимир Путин очень любит сейчас ссылаться на Вторую мировую войну и Великую Отечественную войну и роль СССР в этой войне. То есть, совершенно очевидно, что необходимым условием для делимитации границ, то есть для уточнения границ на карте, это наличие мирного договора между враждующими сторонами. Или же, если это не враждующие стороны, а просто спор между добрососедскими государствами, это должен быть какой-то политическое решение о том, что данный спор в стороны готовы совместно решать. Так вот, пока не будет соглашения о прекращении вооруженного конфликта, так называемого соглашения о мире, перейти к делимитации границ или к открытию границ невозможно. Невозможно открыть, разморозить коммуникации между Арменией и Азербайджаном и обеспечить связь Азербайджана с Нахичеваном, чего добиваются Турция и Азербайджан, без заключения соглашения о мире. Я думаю, это понятно. И сейчас и Турция, и Российская Федерация, и Азербайджан пытаются понять, а можно ли, обойдя вот это вот условие, обеспечить, тем не менее, свободное функционирование коммуникаций. Допустим, как это происходит сегодня в Приднестровье. Потому что в Приднестровье тоже замороженный конфликт, неопределенный статус, перемирие, но движение людей и грузов между Приднестровьем и Молдовой возможно. Но дело в том, что эта ситуация, связанная с Приднестровьем, тоже находится под международным давлением. То есть она не рассматривается как нормальная, и международное сообщество оказывает давление на то, чтобы она тоже была приведена в соответствие с нормами и требованиями международных отношений. Потому что фундаментальным исходным пунктом урегулирования подобных конфликтов является то, что каждый человек имеет право на признание своей правосубъектности. Как внутри государства каждый человек имеет право на гражданство или же на признание своего статуса, допустим, вытекающего из его положения. или же на признание международного своего статуса. Это одно из тех международно признанных прав человека, которые зафиксированы в декларации о правах человека. То есть вопросы статуса, они актуальны. Их нельзя откладывать на бесконечный срок. Потому что люди не могут жить без статуса. Люди без юридического статуса... Алиев на это отвечает. Вы знаете его ответ. Нету? Нету, говорит, такой проблемы больше. О каком статусе вы говорите? Вот и здесь возникает главная проблема. Как открыть коммуникации, как обеспечить безопасность, свободу транспортных перевозок, свободу перемещения людей, сохраняя замороженный конфликт. Вот Российская Федерация, опять повторюсь, считает, что в отношении Абхазии и Южной Осетии это невозможно. А в отношении Нагорного Карабаха считает, что это невозможно. Смотрите, логика такая. Еще раз повторяю. Алиев считает, что уже конфликта как такового нет. Вы говорите замороженный конфликт. Если бы Алиев так считал... Нет территории, нет конфликта, нет проблемы, нет статуса. Если бы Алиев так считал, то он должен был сделать заявление о том, что Азербайджан выходит из Минской конференции. То есть, если нет проблемы, а зачем тогда участвовать в каком-то международном формате, который имеет компетенцию определить статус Нагорного Карабаха. То есть, если бы это было так, то, конечно, мог бы Азербайджан просто выйти из этого формата и считать, что положение вещей такое, как он хочет видеть в одностороннем порядке. Но в ответ на это мы слышим позицию США и Франции. Что если вы так поступите, то мы признаем Нагорно-Карабахскую республику. После чего последует ультиматум. Немедленно вывести войска с территории Нагорно-Карабахской республики, которая если не будет выполнена, то тогда Ильхам Алиева окажется в положении Слободана Милошевича. То есть, будет создана международная коалиция и будет нанесен по Азербайджану, соответственно, удар международных сил для того, чтобы свергнуть режим Ильхама Алиева и установить там какое-то другое правление, которое не будет противоречить нормам международного права. Ильхам Алиева это прекрасно понимает. И одно дело, что можно говорить, так сказать, просто так, потому что ни в России, ни в Армении никто не возразит. Я еще раз подчеркиваю, единственный человек в Российской Федерации, который говорит правду о положении вещей урегулирования, Владимир Казимиров. В Армении вообще никто об этом не говорит, кроме меня. То есть, вы видите, какое положение в итоге? Это же ненормально, что это так. Хорошо, параллельный процесс, значит, проводит Россия в одностороннем порядке. Она говорит, вот никто не одна страна... Давайте называть вещи своими именами. Россия продвигает интересы Азербайджана. Отказ от урегулирования на основе признания статуса это обслуживание интересов режима Ильхама Алиева. Если говорим открытым текстом... А когда начинается приоритет, если начинается приоритет в том... Тогда давайте, называя вещи своими именами, так сказать. Приоритет урегулирования карабахской проблемы это интересы клана Ильхама Алиева. Но они же должны совпадать с интересами России или в разрез со своими интересами... Они совпадают настолько с интересами России, насколько Россия заинтересована поддерживать клан Ильхама Алиева по экономическим, политическим и прочим соображениям. Но можно ли на этом построить процесс урегулирования двух народов? Можно ли построить процесс урегулирования двух народов на том, чтобы сказать, что, вы знаете, приоритет вот данной конкретной правящей группы, а вот вы все остальные должны с этим как-то жить? Объективный ответ нет. Это не связано с тем, что думает Андреас или что думает Казимиров или что там кто-то думает. А есть история человечества, есть закономерность социальных отношений, в том числе и межэтнических отношений. Хорошо, закономерность закономерностью, но мы видим, я еще раз говорю, параллельные процессы, которые проводит Россия. Мы же видим, что... Эти процессы ведут никуда. Эти процессы вели никуда все эти годы и ведут никуда. Хорошо, по-другому спрошу. Потому что они имеют неверные исходные, так сказать, точки. Хорошо, по-другому вопрос задам. Нас подводят под подписание каких-то демаркационных... Нас подводят под то, чтобы мы построили процесс урегулирования на совместных заявлениях. Потому что подписать что-либо, международный договор в такой обстановке, когда Франция, США и международное сообщество с этим не согласны... Ну, это говорит, спокойненько сядьте, там кто-то там... И договоритесь между собой устно, а потом сделаете заявление, что вы между собой договорились. И все. И тогда мы переходим... Инцидент исчерпан. Нет. Тогда мы переходим к другой форме правления. Это форма правления больше не опирается на конституцию. Это форма правления больше не опирается на международные договора. Это форма правления, когда руководители государств договариваются о чем-то, и это является основой. Эта форма правления называется авторитаризм. То есть, по существу, способом реализации подобного плана является авторитаризм. Может ли в Армении быть авторитарный режим? Серж Сарксиан пытался создать авторитарный режим. До этого Роберт Кочарян в этом направлении работал. Страна, которая имеет 9-ти миллиардный внешний долг, большая часть из которого международным организациям и западным партнерам, может у себя сохранить авторитарный режим. Если бы мы были должны Российской Федерации 9 миллиардов долларов, то, конечно, я бы мог с вами согласиться. Но цена этих всех слов заключается в следующем. Готова ли Российская Федерация взять на себя долги Армении? Готова ли Российская Федерация взять на себя содержание 2,5 миллионного населения Армении? Чтобы и потом диктовать свои правила, по которым можно управлять государством без конституции, без международных договоров, а только на устных договоренностях между руководителями государств. Вот если такое возможно, то за это надо платить. Может ли Российская Федерация взять на себя этот груз? Ответ – нет. И поэтому такая ситуация, как сегодня, она, можно сказать, не имеет под собой экономической основы. Иметь государство, которое финансируется Западом, развитие которого зависит от того, насколько будет реализован договор ассоциации, то есть широкого расширенного партнерства с Европейским Союзом. И пытаться свои политические условия диктовать это в идеологическом поле, агитационном поле может пройти, потому что создается такое видение и такой образ, что как будто бы мы вот здесь сидим и в ручном режиме все решаем. Но в этой сфере, где дело касается международных отношений, такого быть не может. И вот здесь тогда вырисовывается новая концепция. А давайте присоединим Армению к союзному государству, потому что находясь в одном в этом случае поле, скажем, политико-правовом, да, можно будет тогда и решение принимать устно и уже не оглядываться ни на Конституцию, ни на международное право, ни на что. В скобках для наших слушателей речь идет о союзной республике, союзном государстве, которое входит Россия, Белоруссия и Армения. Это тоже имеет свою цену. И цена этого, опять-таки, для Российской Федерации вопрос звучит так. Может ли Российская Федерация в ближайшем будущем позволить себе взять на содержание не только Белоруссию, но и Армению? Это будет называться союз республик. Это будет называться союз республик, главный механизм которого будет заключаться в том, что датирующей стороной будет Российская Федерация, а принимающими дотацией сторонами, то есть субсидируемыми сторонами, будет Белоруссия и Армения. Сохранившие субъектность? Сохранившие свою наполовину, да, субъектность в плане решения своих внутренних вопросов. Так вот, мой ответ, что практика взаимоотношений Белоруссии и России показывает, что это практически невозможно. Потому что дело не только в том, что, как, так сказать, в этом случае на национальном уровне воспринимаются такие политические решения, а это и экономически невозможно. И если вы обратили внимание, что последовало в ответ на сентябрьскую встречу Лукашенко и Путина по поводу дорожных карт, направленных на усиление интеграции в рамках союзного государства. Последовал ответ Европарламента, что будут жесткие санкции, если это будет осуществлено. То же самое, естественно, будет касаться и Армении. Республика Армения настолько зависима от сегодня сотрудничества своего с европейскими государствами из США, что в отличие от Белоруссии она не может себе позволить ничего подобного. То есть это опять-таки упирается в деньги и в очень большие деньги. И здесь поэтому полагать, что на этом может быть построена долгосрочная какая-то политика, было бы очень непредусмотрительно. Общий ход событий показывает, что Запад стремится ограничить Российскую Федерацию, государство именно, правительство Российской Федерации в его финансовых возможностях. То есть та политика, которая проводится на рынках энергоносителей, та политика, которая проводится в других сферах, где именно государство Российское имеет свои международные доходы, какие-то источники доходов, которые через налогообложения в итоге становятся доходами государства. По всем этим направлениям ведется борьба на снижение этих возможностей. То есть, естественно, Запад ведет долгосрочную игру с Российской Федерацией, и они могут быть даже не против, чтобы Российская Федерация расширила свои расходы и взяла на содержание несколько государств. Потому что такая политика приводит к разорению. Владимир Путин это прекрасно знает, и задача Российской Федерации заключается в том, чтобы рулить ситуацией, но не вкладывать в это деньги. Это не должно дорого обходиться российскому правительству. А эта политика имеет свои лимиты. Потому что когда начинается такая конфронтация, или-или, то здесь такое государство, как Армения, идти целиком и полностью по воду у российского руководства просто не в состоянии. Дело не в том, кто является руководителем государства. Но пока что идет, Виктор. Идет и будет еще продолжать идти до тех пор, пока, так сказать, этот механизм может работать. Мы находимся сейчас в каком-то промежуточном состоянии. Все способы принуждения Армении к руководству Армении каким-то решением, они были реализованы, этот политический рекет, и могут быть снова задействованы в случае необходимости. То есть, такими ресурсами Российская Федерация на территории Армении располагает в лице своих различных политических сателлитных групп и так далее. И здесь весь вопрос заключается в том, что как будет развиваться противостояние США-Россия, которая имеет свои сроки, тоже имеет свою логику. Эта логика продиктована в том числе и конституционными особенностями США. Поскольку каждые 4 года правительство США меняется, то каждое руководство, которое формируется, оно свои планы, в том числе и внешнеполитические планы, вынуждено соотносить с теми сроками, пока они могут находиться у власти. Сейчас демократы не могут предоставить бесконечно много времени на урегулирование этих вопросов. Таких, как, например, размещение войск США на Южном Кавказе. В какой-то мере даже Соединенным Штатам выгодно, чтобы Россия подняла планку конфронтации и осталась стоять на этих позициях, потому что это позволит реально на земле поменять положение. И военное присутствие США в Грузии будет иметь большое значение для всего региона. Это вызов и самому Ильхаму Алиеву, потому что вот те гипотетические международные силы окажутся и у его границ непосредственно. Это вызов и армянскому руководству, потому что тогда Армения должна определиться, российские вооруженные силы, расположенные на нашей территории, а не какую функцию выполняют. Функцию противовеса Соединенным Штатам. А для Армении здесь множество последствий. Эти последствия связаны с диаспорой, потому что армянская диаспора в США, армянская диаспора во Франции тоже играют какую-то роль, политическую роль имеют, так сказать. И эта роль может быть позитивна для Армении, а может быть и негативна. В вопросе Азербайджана, Азербайджан уютно пристроился под крылышком Турции. В данном случае, вы говорите, проблемы будут для Азербайджана. Я бы не сказал, что он уютно пристроился под крылышком Турции. Соединенные Штаты имеют цель сместить режим Эрдоган, потому что Джаджеб Эрдоган такие изменения внес во внутреннюю и внешнюю политику Турции, которые привели по существу к конфронтации и системным изменениям в взаимоотношениях США и Турции. Слабым местом этого режима, режима Эрдогана, является Азербайджан. Падение Ильхама Алиева, как домино, негативно скажется на Реджебе Эрдогане. Алиев — это слабое звено. Его финансовые интересы тесно связаны с Западом. Он должен постоянно думать о том, что любые решения, направленные на то, чтобы ограничить его в этих возможностях, обратите внимание, сегодня уже в прессе это есть, что Freedom House обращается к государствам с призывом реально оценивать, что Ильхам Алиев представляет собой коррупционный авторитарный режим. И не надо его выдавать за демократию. Это все шаги, которые ведут Ильхама Алиева в Международный уголовный суд в Гааге. Не будем забывать, что сейчас идет процесс, связанный с проблемой дискриминации армян со стороны Азербайджана. И этот процесс, вполне вероятно, Армения выиграет. Это действие Армения никогда не осуществила бы самостоятельно. То есть, здесь тоже влияние США и Франции. Соединенные Штаты и Франция во время выборов не поддержали те политические силы, которые выступали за военную интеграцию с Францией. В частности, нашу политическую силу не поддержали. Но они добились от руководства Армении согласия на то, чтобы этот иск был внесен в Международный суд. Они, естественно, намерены получить заключение суда о том, что Азербайджан проводит дискриминационную политику, расовую дискриминацию осуществляет в отношении армян. Что и так все знают, на самом деле. Ну, просто необходимо соответствующее, так сказать, юридическое оформление этого факта. Кроме того, Совет Европы в ближайшие месяцы вынесет решение, кто ответственен за применение силы. Азербайджан утверждает, что 27 сентября прошлого года Армения, армянские вооруженные силы напали на Азербайджан. Совет Европы должен ответить на вопрос, кто первый применил силу. И от этого вопроса зависит, кто будет признан агрессором. Если Азербайджан будет признан агрессором со стороны Совета Европы, последуют другие вытекающие из этого политические решения. Но за годы они же знали, что придет этот день. Значит, они чем-то, у них какие-то козыри есть. Не сложно просчитать их возможную траекторию и отход на позицию интеграции с Российской Федерацией. Что позволит им выиграть время, но не позволит им, так сказать, в целом оказаться в выигрышном положении. То есть это вступление в ОДКБ, это вступление в Евразийский экономический союз. И вот здесь раскрываются скобки всего того, что Владимир Путин в Алдае не мог прямо произнести. Что главное видение Российской Федерации, что Азербайджан должен вступить в ОДКБ, как это было после Первой Арцахской войны. А в 1994 году Азербайджан 20 апреля стал членом ОДКБ. И Армения и Азербайджан 5 лет были военными союзниками до 1999 года. Когда Соединенные Штаты начали оказывать давление на Азербайджан и на Армению. И проводить свою политику в том числе. И помните тогда этот план, предложенный Соединенными Штатами, обмена территорий. И создание коридора. План Гобла. Да, план Гобла. Который повлиял на внутриполитические события в Армении. Привел к трагедии 27 октября, годовщина которой была. Именно 1999 года. 1999 года. То есть во всем этом есть, так сказать, возможные решения для Азербайджана. Он может вернуться к тому, чтобы остановить интеграцию военную и экономическую с Российской Федерацией. Но здесь тоже для Ильхама Алиева будут определенные уступки, на которые придется идти Владимиру Путину. С точки зрения Кремля он выигрывает во всех случаях. И в случае, если будет принята резолюция в Совете Безопасности ООН. И в случае, если такая резолюция не будет принята, то есть удастся ей воспрепятствовать. И Армения, и Азербайджан, как кажется Кремлю, будут оставаться в большой зависимости от воли Кремля. Итак, давайте попробуем обобщить сегодняшнюю нашу беседу. Первым моим вопросом было следующее. Я вспомнила вашу фразу из интервью. нашего предыдущего интервью. Вы сказали, Армения подвергается политическому рэкету. И мой вопрос был, разве сегодня виден исход, почему мы подвергались этому рэкету, куда нас подводили, и насколько реально то, то есть вы говорите, это все временно, это все тупиковое. У них решения все приводят в тупик. Почему Армения подвергается рэкету, куда нас подводят, и насколько реалистичен исход, планируемый теми, кто осуществил этот рэкет? Идея заключалась в том, чтобы Армения согласилась с тем, чтобы Нагорный Карабах остался в составе Азербайджана. И цель этого рэкета было обслуживание интересов Азербайджана. То есть рэкет не возникает сам по себе. Это всегда отнять чье-то законное в пользу какого-то незаконного. В данном случае эта модель изначально была заложена в основе 9 ноября трехстороннего соглашения, поскольку в ней отсутствует вопрос статуса. Это самый главный вопрос, который касается армянских интересов. И, конечно же, все остальные вопросы, связанные с территориальными возможными изменениями, Российская Федерация, конечно, рассматривает с точки зрения интересов Азербайджана. Если мы говорим о делимитации границ Армении и Азербайджана, разве мы не должны говорить о делимитации границ между Арцахом и Азербайджаном? Конечно же, должны. Это же тоже советские границы. Они тоже есть в генеральном штабе Российской Федерации, безусловно. Это была автономная республика в составе Азербайджана. Статус которой защищался Конституцией СССР. Азербайджан не мог уничтожить, упразднить Нагорно-Карабахскую автономную область. Как единицу территориального. Для этого было необходимо решение Верховного Совета СССР. Такого решения никогда не было. Если исходить из принципа верховенства закона, верховенства права, исходить из принципов ОБСЕ, то все эти решения, которые декларируются, что можно упразднить статус, что можно его отложить, что можно это все игнорировать... Да вообще всю административную единицу. Это все находится в глубоком противоречии и с законодательством СССР. А если можно игнорировать законодательство СССР в вопросе статуса Нагорного Карабаха? Почему тогда нельзя это законодательство игнорировать в вопросе границ? Вот эти все вопросы создают под позиции Владимира Путина серьезные, так сказать, воздушные подушки, которые эту позицию делают очень неустойчивой. Российская Федерация не может иметь устойчивую позицию, которая противоречит в одном случае в Абхазии и Южной Осетии. Одна позиция по Карабаху, другая позиция. Где-то мы признаем верховенство закона и ссылаемся на законодательство СССР, а где-то мы его не признаем и не ссылаемся на него. На таких принципах невозможно построить сколь-либо существенную политику, а говорить о том, что такими методами можно урегулировать взаимоотношения между двумя народами, которые такой тяжелый конфликт переносят в своих взаимоотношениях, и говорить потом о добрососедстве, когда люди там голову режут. С точки зрения третьей стороны Российской Федерации мы смотрим на этот конфликт, какой должна была быть политика Российской Федерации. Это очень важный аспект. Она во всех случаях должна была быть общей и по отношению к Приднестровью, и по отношению к Южной Осетии, и по отношению к Абхазии, и по отношению к Нагорному Карабаху. И я думаю, что в основе этой политики должно было быть признание факта, что распад СССР прошел с существенным нарушением прав национальных меньшинств. Национальные меньшинства в СССР обладали особыми правами, которые были международно признанными правами, но не все государства признают за меньшинствами, например, право на самоопределение. Советский Союз признавал за национальными меньшинствами право на самоопределение. Это международно признанное право, и оно не может быть отнято никакими действиями. Сегодня Российская Федерация нуждается в этом в вопросе Украины. Нуждается в этом, потому что стоит на позициях признания права на самоопределение населения Крыма, права на самоопределение населения Донбасса, русскоязычного населения. И в интересах Российской Федерации проводить единую политику и в отношении национальных меньшинств Украины, и в отношении национальных меньшинств Молдовы, и в отношении национальных меньшинств Грузии. Это если он непредвзятый арбитр? Естественно, но только непредвзятый арбитр пользуется и уважением соседних народов, и международным уважением. Почему сегодня Соединенные Штаты игнорируют и не уважают позицию Российской Федерации? Потому что она не принципиальна, потому что она конъюнктурна и имеет в себе множество вот подобных изъянов. В международных отношениях право — это тот фундамент, на котором можешь самые тяжелые вопросы обосновывать перед самым своим, так сказать, непримиримым противником. Потому что все понимают необходимость соблюдения этих правил. К сожалению, сегодня мы должны констатировать, и слава богу, в Российской Федерации все больше людей об этом говорят, что построить внешнюю политику и в таком регионе, в такой пороховой бочке, как Южный Кавказ, вот на таких этих самых, здесь мы будем гладить по голове азербайджанцев, там мы, так сказать, будем туркам делать за счет армян какие-то уступки, здесь мы, а вот с грузинами мы будем по-другому, мы будем по отношению к ним. Эта политика не привела ни к чему хорошему за эти годы и не приведет. Наоборот, ее последствиями может стать серьезная угроза безопасности уже Российской Федерации. Потому что размещение базы США в Грузии... — Это серьезно. — Серьезно. — Спасибо, осталось только мне напомнить, что в начале ноября планируется, во всяком случае, армянская пресса все время пишет об этом, какое-то подписание какого-то документа... — Об этом сказал Татул Хакупе, всего лишь. Это, так сказать, вопрос... — Встретимся в декабре. — ...который произошел, кстати, после того интервью, которое я дал в Нойан-Тапан на армянском языке. После этого произошел вброс с противоположной стороны, чтобы как-то в информационном поле можно было иметь погремушку, которая... — Оживем-увидим, Андреас. — Конечно. — Встретимся в декабре. Вы сказали, в начале декабря, там, вы дату даже какую-то определили. — 6 декабря истекает 6-месячный срок, о котором говорили Джо Байден и Путин после своей встречи в июне месяце. — 6 декабря что истекает? — 6-месячный срок. С 6 июня встречались Владимир Путин и Джо Байден, когда они в течение пяти часов обсуждали свою повестку, в том числе, безусловно, и вопросы, касающиеся Южного Кавказа. — Спасибо большое. — Пожалуйста. — Спасибо всем, кто следил за нашей беседой. Напомню, что у нас в гостях был Андреас Гукасян, политолог, руководитель Армянской конструктивной партии. Беседу Вилагаяна и Аракелян. Всех благ и мира всем. — Спасибо. — Спасибо.